Ребят, всем доброе утро, хорошего, позитивного настроения. Сегодня я, инстапапа и бренд-шеф в студии Вкуса Лофт Денис Морочковский приготовят для вас очень интересное блюдо. А какое он расскажет вам прямо сейчас? Всем здравствуйте, а приготовим мы пирог. Классно, с утра пирога. Пирог в сковороде, да, и очень быстро. Нам для этого потребуется три лепешки тортильи, желательно с диаметром вашей сковороды если не получается, можно либо обрезать, либо нарастить так, как удобнее. Итак, я предлагаю, что замешать яичное масло, нам потребуется три яйца, немножко майонеза, потому что куда мы без майонеза, никуда. Тем временем разогреваем сковороду до среднего огня, то есть по традиции сочетание два вида масла, сливочное и растительное. Немножко майонеза, чуть-чуть соли и перемешиваем. Хорошо. Майонеза, ребят, добавляйте по вкусу. Соли вот прям на кончике ложечки. Если не хотите добавлять майонеза, считайте, что это не ваш продукт, добавьте немного воды, где-то грамм 15-20 вполне хватит. Можно венчиком. Да, лучше венчиком. Венчик-то смотрите какой. Всем венчиком венчик. Так, наша сковорода разогрелась. И теперь визуально делим нашу яичную смесь на две части. Одну половинку чуть-чуть побольше, другую поменьше. Та, которая поменьше, сейчас выливаем на дно. Распределяем. И начинаем выкладывать наш пирог. Сразу, да? Да. Кладем одну лепешку тортильи. Выкладываем помидор, ветчину, сыр. Сыр. Желательно, чтобы он плавился. Какую-нибудь моцареллу, гауду. В принципе, то, что есть дома. Вопрос такой, не принципиально, что сначала помидор или сыр, или ветчину? На самом деле нет. Кладем еще одну лепешку. Так, теперь давай вот так вот поменяем, так сказать, расстановку продуктов на нашем пироге. Также выкладываем сыр. И также выкладываем ветчину. Закрываем. Непосредственно давай, наверное, еще что-нибудь добавим, чтобы прям побольше было. Вот так вот, да? И сырку маленько, да? Ну, у меня вот тут четыре кусочка колбаски осталось, точнее ветчины. Наверное, вот так вот давай еще. Вот, для полноты ощущения. Вот так. Закрываем непосредственно последней финальной лепешкой. Теперь вот для чего нам потребовалась оставшаяся часть нашей яичной смеси. Как бы здесь распределяем. Ее чуть-чуть прижимаем, как бы если она не плотна. Заливается ничего страшного, как бы здесь в чем хитрость, расскажу буквально минуту через две. А тем временем закрываем крышкой и две минуты ждем. Так, а это колбаса лишняя, я понимаю, ветчина, да? А это мы съедим не камеру. Ну и ладно. Ну что, погнали, посмотрим, что получилось. Да, и так, прошло две минуты, у нас получается, смотри, все снизу схватилось, но чуть-чуть еще здесь не поджарилось. Поэтому есть два варианта. Убрать это в духовку, как бы, либо непосредственно сделать такие манипуляции. Действительно манипуляции, по-другому это не назовешь. Ребят, на самом деле, смотрится страшно, а получается эффектно. Перевернули, как раз у нас подпекется с той стороны, буквально еще секунд 30, но можно минуту полторы, тем самым съедим нашу ветчину. Да, я уже начал. И приступим, как бы, закрываем крышкой, ждем минуту и можно подавать. Погнали. Пробуем? Итак, наш пирог готов. Остается, как бы, сделать, что, я думаю, его выложить, как бы, выкладывать его гораздо уже будет проще. Ну, как он подзапекся уже. Давай украсим микрозеленью. Отлично. И еще раз проговариваю, что не обязательно делать такие манипуляции, как это сделал я. Можно просто убрать духовку на полторы минуты, он сверху схватится и тот же самый эффект будет. Слушай, я вот заметил, сейчас много где, почти во всех заведениях подают микрозелень. Она реально полезная или она просто вкусная? Или она просто красивая? Ну, вкусная, полезная и красивая. Ты все моменты сказал. Итак, я не готовился. Предлагаю надрезать его. Давай. То есть можно как раз вот посмотреть. О! Ну, и вот отрежу нам с тобой по кусочку. Ну, давай попробуем. Я зря вилки приготовил, мы будем есть руками, как мы это умеем делать. Ну что, ребят, вам приятного аппетита, кто завтракает, кто готовится завтракать. Можете прямо приготовить по этому рецепту, а мы попробуем. Ну, и завтракайте вкусно, полезно. Ну, и всем хорошего дня. Хорошего настроения. Ммм, вот это класс. А настроение при таком завтраке вам гарантированно всегда хорошее. Поэтому спасибо, что посмотрели. Как говорится, всем пока, всем добра.